Девушки отдыхают Пожалуйста, пожаловать на погоню. Мы продолжаем наш турнир, где 40 человек сражаются за выход в большой финал и право выиграть джек-пот турнира. Сейчас он составляет 2600 рублей и будет пополняться за счет проигравших команд. Сможет ли сегодняшняя команда убежать от мастера и пройти в следующий этап? Я очень на это надеюсь. Давайте их поприветствуем. Александр, 34 года, город Белгород, продавец-консультант. Влад, 19 лет, город Ростов-на-Дону, студент. Алексей, 24 года, город Москва, студент. Павел, 25 лет, все еще Мичурин, Стабовская область, безработный студент, который все еще холост. И вот моя сегодняшняя команда. Каждый попытается принести как можно большую сумму в банк команды, и если им удастся пройти в финал и выиграть, то они разделят эти деньги поровну и пройдут в следующий этап. Но на каждом шагу их будет преследовать мастер, и каждый, кто будет пойман, попадет в красный список и покинет игру ни с чем. Первым встретится с мастером Александр. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Как настроение? Замечательно. Готовились ли к игре? Безусловно, конечно. В первый раз не страшно? Нет. Хочу получить максимально возможное удовольствие от игры, по возможности сыграть достойно, показать себя. Ну а там игра покажет. Вы по образованию журналист, а работаете в магазине игрушек. Да. Но при этом увлекаетесь настольными играми. Совершенно верно. В 2011 году я начал свою, так сказать, активную трудовую деятельность и пришел в магазин настольных игр. Первоначально я даже не думал, что можно показывать высокие выручки и активно продавать настолки, но помимо продаж я еще этим очень сильно заразился. У меня дома 25 настолок, и я не собираюсь останавливаться на достигнутом. У нас в городе есть свой настольный кружок, куда мы приглашаем людей и активно, интересно проводим время. То есть если к вам прийти в гости, то вы всегда найдете чем занять своих гостей? Безусловно. Чем, в принципе, вы занимаетесь в свободное время от работы? Читаю книги, рассказываю кроссворды, делаю документальные фильмы. Сам перевожу, сам озвучиваю. Беру материал из интернета, который заказывают люди, перевожу с английского на русский и озвучиваю. Блиц раунд 50 рублей за правильный ответ у вас 1 минута. Готовы? Угу. Я желаю вам удачи, ваше время начинается... Сейчас. На какой реке стоит город Владимир? Тверца. Клязьма. Сколько детей было у Максима Шаталина, героя Сюткова «Моя прекрасная няня»? Два. Трое. Назовите формулу серной кислоты. H2SO4. Верно. Назовите бывшего президента ЮАР, лауреата Нобелевской премии мира. Нельса Мандела. Конечно. Районом какого американского города является легендарный Голливуд? Лос-Анджелес. Есть. Какой предмет, наряду со скипетром, являлся символом власти... Держава. Верно. Где раньше проходил ежегодный кубок премия? Спорткомплекс Олимпийский. Верно. Откуда родом был политический деятель, борец за мир и философ Махатма Ганди? Индия. Есть. Чьей колонии раньше была Бразилия? Испанцев. Португальцев. За достижение в какой области вручается пулитцеровская премия? Журналистика. Верно. По мотивам пьесы какого русского писателя снят фильм «Жестокий романс»? По-моему, Островский. Да, верно. Вовремя. Прекрасно все вы успели. Успели. Молодец. Шикарный старт. 8 правильных ответов. 400 рублей. Спасибо. Давайте принесем эти деньги в банкоманды, но сначала узнаем, кто будет против вас сегодня играть. Поприветствую мастера. Чтобы вы понимали, он настолько суров, что способен сжать один бит. Против вас играет программист из Санкт-Петербурга Дмитрий Некрасов. Добрый вечер, Александр. Добрый вечер. Дмитрий, кстати, мое любимое мужское имя. Спасибо. Но не пытайтесь меня задобрить. Это не будет иметь никакого смысла. Вы, в принципе, неплохо отыграли. Да, но не расслабляйтесь. Даже мыслей не было. Вот и славно. Ну что ж, положим деньги на игровой стол. 400 рублей в трех шагах от мастера, в пяти шагах от финиша. Вы, Александр, если захотите, также можете изменить свою стартовую позицию. И если вы захотите начать на шаг ближе к команде, то мастер предложит вам... Я предложу вам для начала в четыре раза меньше. 100 рублей. Но, однако, если вы захотите начать на шаг ближе к мастеру, соответственно, вам придется дать на один верный ответ больше. И при этом принести больше денег, то предложение будет... Почти в четыре раза больше. 1400 рублей. Если быть точнее, в три с половиной. В данном случае, да. Александр, давайте посоветуемся с командой. Ну, глядя на твой результат, я советую тебе пойти по средней сумме. Ну, решать тебе и твоим способностям, чё? Лучше поставь, как было, 400. Тоже неплохой результат. Ну, мне понравился старт, красавчик. Давай сначала не будем резко вот так мощно идти. И начнем, пожалуй, с того, что есть. 400 рублей, по-моему, хорошие деньги для начала. Итак, спасибо команде. Александр, решение все-таки остается за вами. 100, 400, либо 1400. Знаете, сейчас такой тяжелый выбор, на самом деле. Дмитрий внушил во мне, посеял во мне зерно сомнений определенного. Какой, Дмитрий? Хотя до игры, честно говоря, у меня было такое решение, внутреннее, да. Начать на шаг ближе к мастеру. Ну вот, а что вас сейчас останавливает? Настой Дмитрия. Негативный. Это у него настрой по сценарию, вы смотрите на него, как на тумбочку. Все, это всего лишь элемент игры. Эта тумбочка может вас, конечно, прибить, но она еще не прибила вас. И вы можете это предотвратить, это в ваших силах, в принципе. О, вот дает, вот дает. Давайте рискнем. 1400? Да. Жму вам руку. 1400, мастер. Что же, я уважаю это решение. В моих же интересах и ваших тоже, наверное, чтобы моя тумбочка прибила вас быстро и безболезненно. Попробуйте. Действительно, попробуйте. Итак, Александр, на 1400 рублей погоня начинается. Я желаю вам удачи. Первый вопрос. Уровень чего измеряется балометром? А. Алкоголя. Б. Радиации. С. Скорости ветра. Ваш ответ. Радиации. Ну, алкоголя вряд ли. Ветер. Это анимометр. Так что остается B. Хорошо, правильный ответ. Да, верно. Вы делаете свой первый шаг. Ответ мастера. Прекрасный старт. Мне это очень нравится уже. Он ошибается на самом же первом вопросе. Всем свойственно ошибаться изредка, но это не должно вселять в вас лишнюю надежду. Вы, видимо, просто не пьете, поэтому... Я же говорю, посмотрим. Ну, действительно, да, еще неизвестно, как обернется игра. Следующий вопрос. Что такое Ивановская из известного фразеологизма кричать на всю Ивановскую? А. Слобода. Б. Площадь. С. Ярмарка. Ваш ответ. Площадь. Ну, здесь, честно говоря, наугад. Ну, а мне, например, со словом ярмарка ассоциируется Сорочинская ярмарка. Площадь – это более открытое пространство. Угу. Правильный ответ. Да, верно. Еще на шаг ближе к финишу ответ мастера. Так. Без комментариев. Мы не спрашиваем, мы наоборот будем только радоваться. Мастер в четырех шагах от вас, вы в четырех шагах от финиша. Все прекрасно. Начало игры просто замечательное. Видимо, не зря пошли на верхнюю ставку. Следующий вопрос. Какое море, омывающее берега России, большее по площади? А. Азовская. Б. Балтийская. С. Берингово. Ваш ответ. Балтийская. Азовская, насколько я знаю, самое маленькое море из всех. Берингово. Вот у меня сомнения насчет Берингово моря. Северный Ледовитый океан. Но я все-таки рискнул, что Балтийская. Все-таки Балтийский флот. Как-то ассоциация больше с этим. Так. Правильный ответ. Берингово. Остаемся на месте. Ответ мастера. Все же отвечает верно и вступает в игру. Следующий вопрос. Кто или что, согласно поговорке, последний только у папа бывает. А. Жена. Б. Зарплата. С. Машина. Ваш ответ. Жена. Мать и жена. Здесь абсолютно уверенно, безальтернативно. Последний – это у папа жена. Правильный ответ. Да, верно. Еще на шаг ближе к финишу. Ответ мастера. Также верно. Также три шага между вами. Собственно, церковные традиции. Ну, в принципе, да. Три шага между вами. Три шага до финиша. Следующий вопрос. Каким женским именем в советские годы прозвали машины НКВД, в которых увозили арестованных граждан? А. Маруся. Б. Екатерина. С. Наташа. Ваш ответ. Маруся. Ну, честно говоря, тут тоже наугад. То есть, никаких там... Вот тут догадок вообще нет. Наташа, ну, как-то банально. Не знаю. В общем, Маруся. Правильный ответ. Да, Маруся. Еще на шаг ближе к финишу. Ответ мастера. Также верно. А. Продолжает догонять. Следующий вопрос. В каком море находятся нидерландские антильские острова? А. В Балтийском. Б. В Северном. С. В Карибском. Ваш ответ. В Балтийском. По-моему, я не только нажал. Ну, ладно. А что вы хотели ответить? Я хотел ответить, что в Северном. Хорошо. Правильный ответ. Ну, вообще, вовсе в Карибском. Остаемся на месте. Ответ мастера. Отвечает верно. Сокращает расстояние между вами до двух шагов. Ну, там много кто в Карибском море есть. Это все антильские острова. Есть большие, есть малые. Мелкие вот эти государства островные. Там много кто чего наколонизировал. Франция, Британия. А у Нидерландов там до сих пор есть несколько колоний. В том числе Аруба и Нидерландские антильские острова. Следующий вопрос. На флаге какой страны не изображено солнце? А. Аргентины. Б. Филиппин. С. ЮАР. Ваш ответ. ЮАР. Южно-Африканская республика. Там исключительно полосы диагональные, горизонтальные. Правильный ответ. Да, верно. Выводом шаги от финиша. Ответ мастера. Также верно. Два шага по-прежнему между вами. У вас есть одно право на ошибку. Поэтому, если не на этом вопросе, то на следующем вам надо точно ответить верно. Вопрос. В какой из этих стран кивок головой означает нет? А. Албания. Б. Бельгия. С. Мексика. В какой из этих стран? То есть из трех. То, что в Болгарии, это понятно. Ваш ответ. Бельгия. Ну, здесь наугад. Хотя Балканы же. Значит, все-таки Албания. Опа, опа, опа. Угу. Интересно. Правильный ответ. Нет. Да, вот видите, как поздно вы догадались. Да. Остается на месте ответ мастера. Отвечает верно, приближается вплотную к вам. Ну, собственно, игрок правильно заметил, что Албания близка к Болгарии и балканские традиции общие, видимо. Ну, что ж, Александр, ситуация не самая приятная. Вопрос. Под каким названием также известна Австропрусская война? А. Семидневная война. Б. Семинедельная война. С. Семимесячная война. Ваш ответ. Семинедельная война. Что-то такое слышал. Я бы больше сказал, что семидневная, да, ну ладно, 7 месяцев, 7 месяцев, там, там, шестидневные всякие же бывают, да? Там, пятилетние. Ну, да. Столетняя, двухдневная, там, трехчасовая и так далее. Самый короткий конфликт. Вообще 39 минут продолжался военный. Да, есть такое. На 1400 рублей. Правильный ответ. Да, верно, я вас поздравляю. Вы проходите финал. Твой стильбан команды первый, и при этом большие деньги уже. 1400 рублей, мастер. Радуйтесь пока, до встречи в финале. Дим, это было достойно. Правда, честное слово. Но это тот момент, где вот эта ошибка стоила бы игры. Это же вообще риск идти ближе к мастеру. Вот интересно, кто-нибудь вообще отважится с Димой так сразиться? Ну, вот посмотрим. Я думаю, после этого раза полно будет. Ну, посмотрим. Итак, Александр, я вас поздравляю. Займите, пожалуйста, свое место в финальной погоне. Спасибо. Следующий, кто встретится с мастером, это Влад. Влад, здравствуйте. Приветствую. Студент ДГТУ. Что значит ДГТУ? Донской государственный технический университет. Первый опорно-многопрофильный вуз Ростовской области. Чем вы любите заняться в свободное время? Вот я осваиваю, например, программы для рисования, векторной графики, иногда музыку пописываю, иногда что-то смонтирую, что-то придумаю. А если дел совсем нет, ни то и ни другое, то встречи с друзьями, конечно, прогулки и на свежем воздухе. Вот вы участвовали у нас уже ранее, очень когда-то давно. В 15-м году, и тогда было мало лет, но не ноль, я все-таки сказал, что в река Нил впадает Средиземное море, это все, что я помню. Что я сказал верно. В остальном я был крайне не уверен, волновался, знаний было не особо много. Ну, сегодня я думаю, может, что-то это и получится. Давайте заодно проверим, насколько действительно вы, скажем так, с возрастом поумнели. Одна минута у вас, вы готовы? Да. Ваше время начинается сейчас. Разновидностями какой еды являются спагетти, макароны и лазанья? Паста. Верно. На каком языке говорят в Австрии? Немецком. Верно. Богата. Это столица какой страны? Пас. Колумбия. Какой крупнейший город расположен за Северным Полярным Кругом? Наймехон. Мурманск. Как завалили крысу от старухи Шапокляк? Пас. Лариска. Какой председатель КГБ СССР стал в конце жизни генсеком ЦК КПСС? Этот. Пас. Андропов. Как называется самая большая ягода? Земляника. Арбуз. Как называется животное, у которого папа жеребец, а мама ослица? Пас. Не помню. Лошак. Назовите великого художника, автора картины «Ночной дозор». Пас точно не скажу. Рембранд. На каком канале впервые была показана передача «Фабрика звезд»? Первый канал. Верно. И ни туда, и ни сюда. Лучше. Лучше, да. Согласен. Чуток лучше. Лучше, да. Лучше в три раза, чем в прошлый раз. Три верных ответа вместо одного. Ну, удивительно, что вспомнили про пасту. Я прям вот даже поражен. Потому что я вспомнил, что это был самый первый вопрос. Ну, вот и сейчас он был тоже самым первым. Все специально для вас. 150 рублей у вас. Пригласим мастера. Добрый вечер, Влад. Приветствую. Игра, откровенно, слегка слабовата. Так что я надеюсь, что она закончится быстро. Ну, с вас ужин тогда. Ну что ж, положим деньги на игровой стол. 150 рублей в трех шагах от мастера. Если вы захотите начать на шаг ближе к команде, то мастер предложит вам... Я предложу вам круглую баранку. Ноль. Знакомая начала, не правда ли, да? Да вообще. Однако, если вы захотите начать на шаг ближе к мастеру, то предложение будет... Вот мастер предложил вам пять лет назад 400 рублей. Но отвечали вы тогда хуже. А на этот раз вы ответили получше. Поэтому я к этим 400 рублям допишу слева палочку. 1 400 рублей. 1 400? Ну, в принципе, верхняя ставка пока не изменилась. Ну и, в принципе, что, как бы, казалось бы и очевидно, вы, конечно, сыграли чуть хуже, чем Александр. Что никак не смогло отразиться на вашей верхней ставке. Давайте посоветуемся с командой. Я могу тебе только, как в прошлый раз, сказать, чтобы ты пошел по средней сумме. Но если ты хочешь быть в финале, можешь идти на ноль. Ну, точно ноль не надо, тогда смысла никакого нет. Можно, я думаю, рискнуть. Ты сам как себя чувствуешь? Знаешь, если быть неуверенным, то вообще ничего не получится. Надо, так или иначе, быть чем-то уверенным. Тогда поступай, как я. Спасибо команде. Итак? Давайте пойдем на 1400, а там уже как-то посмотрим, как будет. Мне будет не жалко проиграть. Не думай о проигрыше. Да, действительно. Я прям, я просто даже не софтмастер. Я поражаюсь вашему бесстрашию. Вы, конечно, можете скопировать сумму предыдущего игрока, но это не значит, что вы тоже сможете ее заработать. Итак, Влад, на 1400 рублей погоня начинается. Первый вопрос. Я желаю вам удачи. Спасибо. В течение какого геологического периода появились птицы? А. Юрского. Б. Пермского. С. Триасового. А ваш ответ? Юрского. Отчасти наугад. Все-таки почему-то, почему-то только сейчас помню, что там были динозавры. Может, я ошибаюсь, но подумал, что они похожи на птиц. И ответил пизы Юрского. Динозавры похожи на птиц? А часть, верхней частью. Ну, это так, чисто фантазия, которая порой бывает. Правильный ответ. Да, верно, вы делаете свой первый шаг. Вы, наверное, имели в виду птеродакс или... Ну, да ладно. Ответ мастера. Точно. Здравствуйте. Здравствуйте. Знакомое начало. Говоры вы в мастера берете. Да, следующий вопрос. Кто ходил белыми в песне Владимира Высоцкого в честь шахматной короны? А. Каспаров. Б. Фишер. Ц. Петросян. Евгений Ваганович. Ваш ответ. Фишер. Не уверен, что Каспаров тогда был во времена Высоцкого. Правильный ответ. Верно. На шаг ближе к финишу. Ответ мастера. Ох. Смачненько тогда. Знакомое начало, Дмитрий. Вам не кажется, да? Давай же задавай вопрос следующий. Все понятно. Да, следующий вопрос. К какому виду животных принадлежит род саки? А. Карпы. Б. Ленисы. Ц. Обезьяны. Ваш ответ. Карпы. Вот тут точно наугад. Правильный ответ. Постоймся на месте. Ответ мастера. Да, отвечает верно. Следующий вопрос. На летней олимпиаде в каком городе была введена олимпийская клятва? А. В Антверпене. Б. В Париже. С. В Амстердаме. Ваш ответ. В Антверпене. Чистый рандом. Но точно не Амстердам, мне кажется. Рандом, но точно не Амстердам. Правильный ответ. Да. Да, верно. На шаг ближе к финишу. Ответ мастера. Мимо. Снова. Ну, это вопрос довольно сложный. Я думаю. Тут наугад просто. В этих городах соседние игры проводились, поэтому... Да и сами города относительно соседние. Ну, да. Между вами вновь 4 шага, 3 шага метра до финиша. Очень хорошо идем, мне это нравится. Следующий вопрос. Какой из этих городов в ней является столицей своей страны? А. Вьетнян. Б. Манила. С. Касабланка. Ваш ответ. Касабланка. Точно, Вьетнян является столицей, не помню, кого государство, но оно находится где-то над Индией. Вот это так. Манила тоже в том районе. Касабланку не помню. Правильный ответ. Да, верно. На шаг ближе к финишу. Ответ мастера. Также включает верно. Касабланка в Марокко, столица. Собственно, Вьетнян, столица Лаоса. Манила, столица Филиппина. Это все Юго-Восточные Азии страны. Марокко из Африки. Там столица Робата, не Касабланка. Следующий вопрос. В каком историческом французском городе находится полуразрушенный мост Сан-Бенезе? А. Авеньон. Б. Бордо. С. Кале. Ваш ответ. Кале. Как ни странно, здесь я начинаю вспоминать, если уже нереальное путешествие по Франции, кое у меня не было, то одну известную компьютерную игру, где надо перевозить грузики. Вот. Мосты, помню, либо в Бордо, либо в Кале. Правильный ответ. Авеньон. Тот самый знаменитый мост на самом деле. Если в листах туристические гиды, то вам там его обязательно покажут. Остаемся на месте. Ответ мастера. Отвечает верно, сокращает расстояние между вами до трех шагов. Пока что все хорошо, не надо волноваться. Следующий вопрос. Каким эпитетом, исходя из этимологии собственного имени, мог бы наречь себя Феликс Дзержинский? А. Счастливый. Б. Хладнокровный. С. Неуязвимый. Ваш ответ. Хладнокровный. Вот, чисто на угад, честно скажу. Правильный ответ. Счастливый. Остаемся на месте. Ответ мастера. Отвечает верно. Теперь два шага между вами. Вот вы, Влад, читали Гарри Поттера? Я не читал ни Гарри Поттера, ни Властелина колец. Ничего, и мне это не знакомо. Так вот, там есть зелье удачи Феликс Фелици. Вот, собственно, оно про счастье. Следующий вопрос. В какой стране находится город Тарифа? Южная точка европейского материка? А. Португалия. Б. Греция. С. Испания. Ваш ответ. Португалия. Греция, она на материке, по-моему, не находится, я не уверен. Она рядом с ней, как... А, нет, стоп, вру. И если южная точка, то, наверное, все-таки тогда Греция. Значит, я вспомнил не вовремя. Правильный ответ. Испания, остаемся на месте. Ответ мастера. Даже. Даже. Отвечает верно. Приближается в клапной. Вот теперь уже... Собственно, Пиренейский полуостров. В районе Гибралтарского пролива. Находится самая южная точка Европы. Самая западная, кстати, находится не очень далеко. Вот она действительно в Португалии находится. Что интересно. Перепутал местами по Испанию, Португалию просто. На самом деле. Ну, так вот. Следующий вопрос. Какой из этих геологических периодов не входит в палеозойскую эру? А. Кембрий. Б. Деван. С. Палеоген. Ваш ответ. Деван. Я правда не помню. Тоже наугад. Мне кажется, ответ был в вопросе. Я бы просто ответил бы точно так, как вот написано в вопросе. Правильный ответ. Ну, в принципе, моя догадка бы подтвердилась. Палеозой, палеоген. Мне казалось, тут подвох. Не та игра, где надо искать подвохи. Подвохи там, где слишком интересно. Остаемся на месте. Если мастер Влад сейчас ответил неверно, то мы еще в игре. Но, однако, если он ответил верно, то, увы, мы проиграли. Как вы думаете, он ответил верно? Конечно. Ответ мастера. Мы узнаем после короткого перерыва. Оставайтесь с нами. Находить коплю истины среди моря лжи полезный навык. Особенно в нашей игре. Boom Production приглашает всех желающих на третий сезон игры «Фактор». Теперь вместе с Фатых. Каждый выпуск два участника будут сталкиваться между собой в поединке. И только самый внимательный получит шанс выиграть до одной тысячи рублей. Расширенный формат плюс и десятки фактов и вопросов вновь ждут претендентов на победу. Заполняйте анкету на участие в новом сезоне. А также становитесь VIP-зрителем. И тогда вы получите эксклюзивный доступ ко всем новым выпускам «Фактора». Добро пожаловать обратно на погоню. На кону 1400 рублей. Влад Гусейнов в двух шагах от финиша. Он ответил неверно на вопрос о геологических эрах. И если мастер ответил верно, то Влад будет пойман. Ответ мастера. Да, увы. Есть такая запоминалка. Каждый отличный студент должен курить папиросы. Ты Юра Мал? Погуляй немного, чертенок. Там три предложения. По каждому предложению на период. И вот как раз первое предложение описывает Палеозой. Каждый Кембри, отличный Ордовик. Студент Силури должен Дивон курить папиросу, Карбон, Пермь. Вот, а Палеоген это уже не Палеозой, а Кайнозой. То есть это первый период Кайнозой. Вот вы не поверите, я только сейчас обратил внимание, что спрашивалось не в ходе. То есть я, в принципе, получается, пытаюсь догадаться об одном. Лол, Витя. Ну, бывает. Не, ну твоя логика тоже подходит. Типа, ага, что-то уж больно подозрительно. Палеоген. Ну что ж, вы, в принципе, неплохо сыграли. Относительно неплохо, я вам так скажу. Если бы вы не рисковали, вы бы прошли. Но я не могу скрыть свою радость от того, что вы приняли такое решение. Может быть, ваша бесшабастность вам где-нибудь поможет, но здесь она вам не помогла. Всего доброго. Мне было приятно. Ну что, я продержался гораздо дольше. Интуиция не подводила, но не получилось. Ну, что, пойдет. Я уже не так сильно расстраиваюсь, как в тот раз. Вот это правильное отношение к жизни. Вы набрали 137 очков, и этого недостаточно, чтобы оказаться в топ-3 красного списка. Прощаться с вами я не тороплюсь, но считаю важным сообщить, что Антон Марченко лишается теоретической возможности продолжить турнир. Ну, а пока что вас поймали. К сожалению для вас, Влад, погоня окончена. Спасибо за игру. Следующий, кто встретится с мастером, это Алексей. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, как ваш настрой на игру после столь внезапного поворота событий? Ну, я готов ко всему. Вы участвовали в слабом звене. Даже не то, что в слабом звене, вы в умницах и умниках участвовали. Как туда попали? Задавали вопросы в конце передачи, я написал. Причем не электронные, а как в старые времена, обычным письмом. И меня позвали сначала как зритель, а потом как участник прошел. Это насколько я понял, как теоретик, потом агонист, да? Да, да. Что страшнее всего было во время съемок «Слабого звена»? Страшнее было уйти первым. Так как у нас были самые первые съемки, то как-то не хотелось быть самым первым слабым звеном. Чем вы обычно занимаетесь в свободное время? Бегаю, надо бы большие дистанции. Люблю также в интеллектуальные игры играть. Ну, будем надеяться, что опыт в интеллектуальных играх и ваши знания вам сегодня помогут. 50 рублей за правильный ответ. Вы готовы? Да. Я желаю вам удачи, и ваше время начинается... Сейчас. Назовите родину муми-тролля и сауны. Финляндия. Верно. Как называется крупный австралийский попугай с хохлом на голове? Кокаду. Верно. На каком животном передвигался Шурик в фильме «Кавказская пленница»? Осел. Верно. На берегу какого моря находится крайняя северная точка Африки? Средиземное море. Конечно. Из какого крупнейшего города Шотландии родом рок-группа «Франц Фердинанд»? Эдинбург. Глазго. В каких двух странах численность населения превышает 1 миллиард человек? Индия и Китай. Верно. Кто озвучивал Майка Вазовски в мультфильме «Корпорация монстров»? Пас. Билли Крисло либо Олег Куликович. Кем друг к другу приходились российские императоры Александр I и Николай I? Братьями. Конечно. Кто автор картины «Крачи прилетели»? Саврасов. Есть. Каково было имя астронома Коперника? Николай. Да. Страхом чего является акрофобия? Акрофобия смерти? Нет, на самом деле высоты, но, Алексей, прекрасный результат. Так же, как и у Александра, 8 правильных ответов, 400 рублей. Очень хорошо, шикарно, класс. Довольны? Очень. Ну, посмотрим, что теперь из этого получится. Пригласим мастера. Добрый вечер, Алексей. Что ж, вы нормально отыграли. Мало у кого так получается. Надейтесь, что вам повезет лучше, чем в слабом звене. Давайте положим деньги на игровой стол. 400 рублей в трех шагах от мастера. На шаг ближе к финишу и предложение будет... Вот вы заработали 400 рублей, а я предлагаю уравновесить эту сумму. Минус 400 рублей. Ну, то есть то же самое, только со знаком минус. Однако, если вы захотите начать на шаг ближе к мастеру, то предложение будет... Предложение будет весьма щедрое. 2000 рублей. Да, вот тут уж все и выросло при этом резко. Давайте посоветуемся с командой. Уже сходится такая тенденция, что я говорю всем своим сокомандикам, чтобы они шли по средней ступени. И ты не исключение. Опять же спрашиваю, как ты себя чувствуешь? Да, я думаю, могу рискнуть. Кто не рискует, то не бьет шампанское. Абсолютно верно. И сыграл ты очень достойно, поэтому давай, все в твоих руках. Я беру 2000. И вы идете на верхнюю ставку? Наш человек. То есть, ты знаешь, что я буду будущим мастером? Ну, у меня нет слов на самом деле, мастер. Ну что ж, сразимся. Что-то все сегодня больно бесстрашные. Ну, один уже за это поплатился. Ту-ту-ту, не дай бог, конечно. Алексей, на 2000 рублей погоня начинается. Я желаю вам удачи. Первый вопрос. В какой стране умер Эрнесто Че Гевара? А. Аргентина. Б. Боливия. Ц. Мексика. Успели. Ваш ответ. Боливия. Да, Мексики точно нет. Другой там человек умер-умер. Троцкий. А Аргентину там вроде не слышал. Хорошо, правильный ответ. Да, верно. Вы делаете свой первый шаг. Ответ мастера. Постоянство признак мастерства. Ну, знаете, Че Гевара все-таки связан с Аргентиной. Он там родился. Ну, да, спрашивается только, где умер. Ну, бывает. Следующий вопрос. Какой американский президент родился в один день с Чарльзом Дарвином? А. Честер Артур. Б. Улис Грант. Ц. Авраам Линкольн. Ваш ответ. Я не знаю, там я наугад. Авраам Линкольн. Так, наугад? Да, наугад. Ну, примерно, когда там Дарвин, когда Линкольн. Ну, точно, где-то в начале 19 века. Правильный ответ. Да, верно. Вы делаете еще один шаг от век мастера. Также отвечает верно и вступает в игру. Три шага между вами. В 1809 году оба родились, насколько я помню. А Грант и Артур, наверное, попозже. Потому что они были, ну, в 70-х, в 80-х годах президентами Америки. Линкольн пораньше. Следующий вопрос. Какая спортивная игра стала поводом для шестидневного военного конфликта между Гондурасом и Сальвадором в 1969 году? А. Футбол. Б. Баскетбол. Ц. Волейбол. Ваш ответ. Футбол. Мне кажется, что есть футбольная война между Гондурасом и Сальвадором. Ваш ответ. Футбол. Правильный ответ. Да, верно. На шаг ближе к финишу еще. Ответ мастера. Также верно. Три шага до финиша. Три шага между вами. Следующий вопрос. Что входит в состав одного из самых популярных бразильских блюд? Фейжоада. А. Капуста. Б. Рис. Ц. Фасоль. Ваш ответ. Фасоль. Ну, я думаю, что рис точно нет. Ну, я думаю, либо капуста, либо фасоль. Выбрал фасоль. Правильный ответ. Да, верно. Фасоль на шаг ближе к финишу. Я думаю, капуста не такая, не такой уж популярной овощи будет в Бразилии тоже. Ответ мастера. Тоже верно. Собственно, созвучие слова фасоль фейжоада, оно не просто так. Это слова, произошедшие от одного латинского слова. Следующий вопрос. Как в программировании называют полубайт? А. Крамп. Б. Ниббл. Ц. Тидбит. Ваш ответ. Ниббл. Я наугад. Вот абсолютно. Да-да, то есть вы с техникой на вы. Я, ну, не совсем уж так прям. Но вот эти вот слова крамп, ниббл, тидбит первый раз слышу. Правильный ответ. Однако верно, вы в одном шаге от финиша. Это хорошо. Ответ мастера. Ну, вон, программист, да, тут удивительно. Ну, что я скажу. Две шага между вами и мастером. То есть два раза спокойно можно ошибиться, но главное на третий раз уйти и выиграть. Следующий вопрос. Кто из президентов Российской Федерации на момент своего первого вступления в должность был моложе своих коллег? А. Борис Ельцин. Б. Владимир Путин. Ц. Дмитрий Медведев. Ваш ответ. Дмитрий Анатольевич. Точно убрал Ельцина, точно нет. То есть я думал, либо Путин, либо Медведев. На две тысячи рублей правильный ответ. Однако, верно, я вас поздравляю. Вы проходите финал, кладете в банкомат еще две тысячи рублей. Того там три тысячи четыреста рублей. Мастер. Без комментариев. А что ж так? Мастер что ответил? Интересно. Ну, мастер-то тоже правильно ответил, понятное дело. Нечего сказать. Ну что ж, я вас поздравляю, Алексей. Займите свое место в финальной погоне. Последним встретиться с мастером Павел. Павел, здравствуйте. Здравствуйте. Все по-прежнему безработный, студент, холост, как вы уже успели это сказать. Как же так? Почему все никак не меняется, не продвигается ничего? Не тот город, скажем так. Наверняка в той же Рязани, где у меня сейчас сестра учится, там наверняка дело могли бы быть лучше. Почему вы туда не переведетесь, не поступите опять? А за семьей кто будет следить? За дачей. А, вот, то есть вы у нас еще и хозяйственный человек. Ага. Нет, только из-под пинка. Ну, как видите, игра тоже идет вроде бы из-под пинка, но мне даже интересно, как поступите и вы. Ну, а пока давайте поотвечаем немножко на вопросы. У вас одна минута, готовы? Да. Я желаю вам удачи, ваше время начинается сейчас. Достопримечательности какого города изображены на российской купюре в 500 рублей? Не вспомню пас. Архангельск. В какой стране находится активный вулкан Сент-Хеленс, известный катастрофическим извержением 1980 года? Италия. США. На каких судах Христофор Колумб отправился открывать Америку? Парусные. На каравеллах. Каким оружием Родиону Раскольников убил старуху-процентщицу в произведении Федора Достоевского «Преступление и наказание»? Верно. Какое карликовое государство расположено между Швейцарией и Австрией? Лихтонстейн. Да. Какой английский город представляет футбольный клуб Челси? Лондон. Верно. Какой химический знак у Вольфрама? F. В каком фильме Кена Табрана Кен Дотт сыграл персонажа Йорика? Гамлет. Верно. Какая актриса исполнила роль миссис Хадсон в отечественном сериале про Шерлока Холмса и доктора Ватсона? Ирина Зеленая. Боже мой, верно, да. Откуда вы это знаете? Путаница между советской и российской экранизацией все-таки дала понять, что... По-моему, советская, как Ирина Зеленая... Вообще, Ирина Зеленая не была тортилой в... А, это Буратино. Вот, да. Ну, тем не менее, 5 правильных ответов, 250 рублей. Мне кажется, даже... Ну, мне прям интересно все-таки, что получится из этого. Давайте пригласим мастера. Добрый вечер, Павел. Дмитрий, здравствуйте. Ну, ваша игра такая, ни рыба, ни мясо, ни плохо, ни хорошо. 250 рублей, 5 правильных ответов. В общем, нечего сказать больше. Ровно как мое нахождение слабого звенера, что я был средним между сильным и слабым звеном, и в итоге меня вытянули. Вот и тут вас выкинут, да. Положим деньги на игровой стол. Ну, 250 рублей в трех шагах от мастера. На шаг ближе к команде и предложение будет? Я умножу это на 10 и переведу в отрицательную сторону минус 2500 рублей. Вот так, да. Ну, видимо, не так сильно хотят вас увидеть в финале, судя по всему. Либо так не хотят отдавать вам эти деньги. Но на шаг ближе к мастеру и предложение будет? Просто в 10 раз больше 2500 рублей. Давайте посоветуемся, Павел, с командой. Алексей. Это точно не минус 2500, потому что все наши достижения уйдут коту под хвост. Лучше либо от 250. 2500 будет лучше. Сам выбирай. Паш, смотри по своему состоянию. Если ты готов рискнуть, то следуй нашему примеру. В принципе, дважды он себя уже оправдал. Будет ли третий, от тебя зависит. Спасибо команде, Павел, решение за вами. Ни спецпорно, 250. Абсолютно ваше право, никто вас за это не осуждает, мастер. Опять ни рыбы, ни мяса, приступим к игре. Ну что ж, Павел, на 250 рублей погоня начинается. Я желаю вам удачи. Первый вопрос. Разновидностью какого цветка является иерусалимский артишок? А. Орхидеи. Б. Подсолнечника. С. Настурции. Ваш ответ. Подсолнечника. Это единственное цветок, которое как-никак, но подходит, что ли? Скорее, какие у меня ассоциации имеются в плане разновидностей? Правильный ответ. Да, верно. На шаг ближе к финишу, ответ мастера. Вот все четыре дуэли вы как-то начинаете... Традиционно. Да, что-то сегодня... Сегодня у вас это вошло в традицию, на первом вопросе отвечать неверно. Следующий вопрос. Какие животные запряжены в колесницу скандинавской богини Фреи? А. Лисы. Б. Овцы. С. Кошки. Ваш ответ. Овцы. Не представлены ли кошек в чьей-либо колеснице, даже если это бодиня. Хм. Правильный ответ. А вот кошки. Мы стоим на месте, ответ мастера. Отвечает верно и компенсирует свое положение в игре. Ну, тут просто угадано. Ну, значит, повезло. Следующий вопрос. Какой из этих синглов группы Абба был выпущен раньше? А. Гимми-гимми-гимми. Б. Мани-мани-мани. С. Айду-айду-айду-айду-айду. Ваш ответ. Мани-мани-мани. Мастбихвани. Чистая догадка. Правильный ответ. Айду-айду-айду-айду-айду-айду. Правильный ответ, который мы упали. Надо было. Остаемся на месте. Ответ мастера. Отвечает верно. Приближается на один шаг к вам. Собственно, Гимми-гимми-гимми. Это 79-й примерно год. А вот эти два сингла можно было перепутьить, они выше рядом. Айду в 75-м. А Мани-мани-мани в 76-м или в конце 75-го. Следующий вопрос. Без чего человек в среднем может прожить дольше? А. Без воды. Б. Без еды. С. Без сна. Ваш ответ. Сна. Хотя, может быть, даже и без еды он может продержаться неделю. Пару-тройку недель. Вот так. А без воды? Полтары недель, наверное. Ну, дней 7-10 в зависимости от человека. Так, хорошо. Правильный ответ. Без еды, да. Дольше всего. Без воды. Ну, опять же, от организма в зависимости. 2-3 недели. Ответ мастера. Отвечает верно. Приближается вплотную к вам. Ну, собственно, про воду я бы сказал, что приблизительно неделю. Человек может обойтись без сна. Есть рекорд 11 суток. Ну, то есть где-то полторы недели. А вот без еды около месяца. Вы в четырех шагах от финиша. Мастер в одном шаге от вас. Каждая последующая ошибка может стать для вас последней, Павел. Следующий вопрос. Соберитесь. Как называется совокупность особей одного вида, которая обладает общим генофондом и имеет общую территорию? А. Биотоп. Б. Биоценоз. С. Популяция. Ваш ответ. Популяция. Ну, если... Наверное, здесь имеется в виду животные, а не люди. Но, тем не менее, жив... Люди те еще животные могут быть. Да, согласен. Правильный ответ. В общем, я бы хотелось бы спокойно пошел отсюда. Верно. На шаг ближе к финишу. Ответ мастера. Так же верно. По-прежнему в одном шаге от вас. Следующий вопрос. Какой цвет отсутствует на флаге Камеруна? А. Белый. Б. Зеленый. С. Желтый. Ваш ответ. Белый. Там, по-моему, и желтый, и красный, и зеленый. Правильный ответ. Да, верно. На шаг ближе к финишу. Ответ мастера. Так же верно. По-прежнему. Собственно, красный, желтый, и зеленый. Это африканские цвета. Их очень многие страны в Западной Африке используют. Поэтому, да. Белого там нет. Логично. Следующий вопрос. Какая из этих книг была опубликована раньше? А. Моби Дик. Б. Путешествие Голивера. С. Робинзон Круза. Ваш ответ. Робинзон Круза. Полная догадка. Без понятия, что это. Это все книги. Правильный ответ. Да, верно. Выводом шаги от финиша. Ответ мастера. Ну что-то. Так все так же верно. Ну что, товарищи. One question shoot out. Следующий вопрос. Какая из этих мировых религий зародилась раньше остальных? А. Христианство. Б. Буддизм. С. Ислам. Ваш ответ. Буддизм. Хотя смотря в каком смысле зародилось. Ну, мне кажется, здесь все куда очевиднее. На 250 рублей правильный ответ. Да, верно. Вы проходите финал. Кладете в банке еще 250 рублей. Итого там 3650 рублей. Мастер. Ну что, встретимся в финале? Пройдите на свое место. Вы в финальной погоне. Ну что же. Три игрока прошли финал и принесли в банк 3650 рублей. Но чтобы забрать эти деньги и пройти в следующий этап, им нужно убежать от мастера еще один раз. Смогут ли они это сделать, решит финальная погоня. На следующей игре «Денежный вопрос» наступит пора вернуться участникам, которые были наиболее близки к победе, но, к сожалению, не смогли ее достигнуть. Сумеют ли они наверстать упущенное во второй раз? Или же им придется снова довольствоваться поражением? В этом и будет заключаться наш следующий «Денежный вопрос». Матч-реванш. Легендарное шоу «Самый умный» возвращается. Сотни вопросов из различных категорий знаний определят среди десятков игроков одного самого умного. Впишите и себя в список претендентов и оставьте свой след в истории клуба The Brainest Online. Кто знает, может быть именно вы наш следующий «Самый умный». Смотрите премьерные выпуски на YouTube-канале Boom Production и в раннем доступе на Вот Ив. Итак, финальная погоня. Александр, Алексей и Павел. Сейчас за две минуты вам надо будет дать как можно больше правильных ответов, чтобы бежать как можно дальше от мастера. После этого у мастера будет также две минуты, чтобы попытаться поймать команду. Если ему удастся это сделать, вы попадете в желтый список и покинете игру нищем. «Маджик-пот» турнира пополнится на баснословные 3650 рублей. Однако, если вам удастся убежать от мастера, то вы пройдете в следующий этап и разделите банк по рону. Все как всегда. Перед финалом нашим игрокам было предложено два пакета вопроса. Один достается им, второй мастеру. А и Б, соответственно. Игроки выбрали пакет. Давайте А. Спасибо, это значит то, что пакет «Б» достается мастеру Дмитрию Некрасову. Трое из вас прошли в финал, это значит то, что у вас есть три шага форы, вот они. Я буду принимать ответ только от того игрока, кто нажмет на кнопку, поэтому будьте внимательны. Пусть победит сильнейший, то есть мы. Ну, посмотрим. Ваше время начинается сейчас. Назовите писателя автора большого на Велкармен. Александр. Жорж Безе. Проспер Мереме. Какой язык является официальным в Колумбии? Алексей. Испанский. Верно. Сколько отверстий у стандартного шара для боулинга? Павел. Три. Верно. Столица какого государства называется Валета? Алексей. Маль. Верно. В какой стране производят автомобили марки Хонда? Павел. Япония. Верно. Столица какого государства является Дамаск? Алексей. Сирия. Да. Кто был президентом США во время Карибского кризиса? Павел. Никсон. Кеннеди. Кем по профессии был киногерой Индиана Джонс? Алексей. Археолог. Верно. Как называется архитектурно оформленный вход в здание? Алексей. Портал. Да. В каком веке родился гангстер Аль Капоне? Алексей. 19-й. Верно. Назовите режиссера отечественного фильма «Раба любви». Александр. Михалков. Верно. Кто является лидером группы «Моральный кодекс»? Александр. Сергей Мазаев. Верно. Какую женщину политика называли «Железной леди»? Александр. Маргарет Тетчер. Верно. Под каким псевдонимом боролся со злом персонаж Кларк Кент? Павел. Супермен. Да. Какой город-миллионник России самый южный? Алексей. Ростов-на-Дону. Верно. Кто исполнил заглавную песню в кинофильме «Титаник»? Александр. Сирендион. Верно. Чему рамен периметр ромба со стороной 2 метра? Александр. Восемь. Верно. Крупнейшим городом какой азиатской страны является Мандалай? Алексей. Малайзия. Ямно. Как называется песня венецианских гандольеров? Александр. Баркарова. Да, верно. В какой стране впервые проводился конкурс Евровидения? Павел. Швейцария. Да, верно. В столице какого государства является Тсирана? Алексей. Албания. Албания. Да, все верно. Ну что ж, ребята. На троих 21 шаг. Это замечательно. У вас большие шансы победить. Но посмотрим, как сейчас все обернется. Пригласим обратно мастера. Что ж, в общем-то результат не слабый даже для троих игроков. Посмотрим, что случится. Ну а я тем временем напомню то, что если мастер ответит неверно на вопрос и команда затем даст правильный ответ, а нет, бросит мастера на один шаг назад. 21 шаг. Вы сами прекрасно все понимаете. Пришло время для финальной погони. Мастер, ваше время начинается сейчас. Частью какого органа чувств является шилоязычная мышца? Языка. Верно. Под каким псевдонимом прославился певец Фарух Бульсара? Фредди Меркри. Верно. Президентом какой страны является Эммануэль Макрон? Франции. Верно. В каком веке жили великие просветители Кирилл и Мефодий? В девятом. Да. В каком городе заседает правительство Российской Федерации? В Москве. Верно. В какой стране принадлежат Азорские острова? Испания. В то время. Португалия. Португалия. Да, Португалия. Верно. Отбрасываем мастера на один шаг назад. 17 шагов. Время продолжается сейчас. На каком континенте протекает река Янзы? Евразия. Да, засчитано. В битве за какой город прославилась Жанна Д'Арк? Орлеан. Да. В каком виде спорта совмещена стрельба и лыжи? Биатлон. Да. Из какого языка в русский пришло слово картофель? Из немецкого. Верно. Сколько голов было у убитой Гераклом или Орнийской Гидры? Три. Нет. Сто время. 12. Ну, я бы, вот видите, вы так торопитесь отвечать. Я бы, на самом деле, изначально бы посовещался. Потому что вот вы уже дали ответ, и я обязан его принять. Правильный ответ 9. Но, тем не менее. Минута 2 секунды. 13 шагов осталось. Время продолжается. Сейчас. Как называется и часть руки, и малярный инструмент? Кисть. Верно. В каком городе находится Весминстерское аббатство? В Лондоне. Да. Какой век в истории был между каменным и железным? Медный. Стоп, время. Нет, неверно. Ребят, бронзовый. Хотел сказать бронзовый. Бронзовый? Думаешь, бронзовый? Ну, да. Бронзовый. Да, бронзовый, отбрасываю мастера на шаг назад. Время продолжается. Сейчас. Как по-научному называется часть слова приставка? Префикс. Верно. Какой город был столицей Османской империи? Стамбул. Верно. Какой язык самый распространенный в мире? Английский. Нет, стоп, время. Китайский. Молки. Тут по количеству населения все равно китайский будет более распространенный. Там по населению. Время продолжается. Сейчас. Кто является режиссером американского фильма «Челюсти»? Сталлоне. Стоп, время. Нет, неверно. Кэмерон. Кэмерон. Спилберг? Спилберг. Кэмерон, может быть. А, нет, это Спилберг. Все правильно. Да, мы считаем, что это Спилберг. Спилберг. Да, отбрасываю мастера на шаг назад. Шикарно. Время продолжается сейчас. Как назывался первый в мире гражданский атомоход? Пас, не знаю. Лей, может быть, Ленин. И еще раз отбрасываю мастера. Шикарный финиш. Время продолжается сейчас. Столицей какого государства является Токио? Япония. Да, какая европейская столица была основана раньше остальных? Рим. Нет. Опа. Афин. Афин, да, на самом деле. Ну что, давайте уже добьем данный. Закончим этот позор, давай. Время продолжается сейчас. Сколько получится, если разделить пять на одну сотую? Пятьсот. Верно. Время вышло. Вы поздравляю, вы выиграли 3650 рублей. Нет. Ну, я не буду, да, тут бессмысленно говорить, сколько попыток отбросить, сколько реализованных, потому что 13 шагов оставалось мастеру, вы убежали, время вышло. Такой крупный выигрыш. Я вас искренне поздравляю. При этом вы проходите в следующий этап, поэтому с вами тремя, ну, конечно, не в этом составе, но мы с вами еще раз, и, надеюсь, потом еще раз, и где-нибудь в большом финале все-таки встретимся. Поздравляю вас, каждый из вас уже, помимо всего прочего, за эту игру, каждый из вас по 1200 с небольшим рублей уже получает. И в хорошем смысле для вас погоня удачно закончена. Мастер. Спасибо игрокам за игру. Лаконичное, понятно, мастер сегодня недоволен, но это нельзя сказать про вас. Давайте посмотрим на рейтинг. Каждый из вас показал, между прочим, очень хороший результат. Алексей набрал почти 600 очков рейтинга. Ну что ж, команда одерживает победу, проходит во второй этап турнира и зарабатывает 3650 рублей. А сможет ли очередная четверка участников обижать от мастера? Узнаем в следующий раз на погоне. До встречи. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин